Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Здравствуйте. Президент Казахстана встретился с главой Кыргызской республики Сауронбаем Женбековым. Встреча прошла в городе Чолпонатан, куда сегодня прибыл Нурсултан Назарбаев. Глава государства поздравил коллегу с Днем независимости и пожелал братскому народу спокойствия, стабильности и благополучия. Президент Казахстана подчеркнул, что между двумя странами подписана дорожная карта и эффективно работает межправительственная комиссия. В свою очередь Сауронбай Женбеков поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения посетить Чолпонату с визитом и отметил дружеский характер отношений между двумя странами. В завершение встречи главы государства обсудили перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, а также обвинялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Нет ближе народов, чем казахи и кыргызы. С первого дня независимости я всегда поддерживал Кыргызстан. С момента вашего избрания мы с вами часто встречались, решили много вопросов. Двусторонние отношения поднимаются на новый уровень. Торговля растет. Все вопросы на границе решены. На сегодняшний день между нашими странами нерешенных вопросов нет. Спасибо, что вы посетили братский народ в Чолпонате. Мы очень рады этому. Спасибо большое. На востоке Казахстана выпал снег. Это произошло в селе Кайнар, в 300 километрах от Семея. Видео аномального для начала осени природного явления появилось в соцсетях. Наши корреспонденты связались с сельским Акимом. Он подтвердил информацию. По словам Асахана Капакова, уже утром здесь выпало 30-40 сантиметров осадков, а температура воздуха составила 3-4 градуса тепла. Жителям ничего не угрожает. Дороги открыты, заверил Аким. По прогнозам синоптиков, на востоке страны 3-4 сентября возможны осадки в виде дождя со снегом. К другим новостям выпуска в Западноказахстанской области предприниматели начали активно осваивать неиспользуемые сельхозугодия. С начала года посредством конкурсов крестьянам в пользование передано 65 тысяч гектаров. К примеру, в Касталовском районе за аналогичный период было выявлено свыше 30 тысяч га неиспользуемых земель. Из них 11 тысяч уже возвращено в госсобственность. Затем эти земли государство передает предпринимателям. Они, в свою очередь, вкладывают свои средства в развитие орошаемого земледелия, разведение племенного животноводства. Всего на Западе Казахстана с начала года выявлено почти 52 тысячи гектаров неиспользованных сельхозземель. Кстати, согласно изменениям, внесенным в законодательство, с мая часть функций по мониторингу и инспектированию пустующих угодий переданы отделам земельных отношений районного уровня. Это облегчает, намного облегчает нашу работу, потому что некоторые выявленные земли, изъятые в нашу пользу государства, уже идут инвесторы. Они уже сейчас строят животноводческие дома, дворы для животного скота и готовятся на госсобственность. В Западно-Казахстанской области предприниматель незаконно получал субсидии по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Он 9 раз брал государственные средства для открытия социальных рабочих мест, но никого не трудоустраивал. Около 100 нарушений в реализации госпрограмм было выявлено в ходе прокурорской проверки центров занятости. Специалисты завышали сведения о трудоустройстве населения, искусственно снижали данные о численности безработных. Людей исключали из этого списка, фиктивно трудоустраивая на общественные работы. На самом деле договор с ними не составлялся, оплату они не получали. В списках, занятых на общественных работах по полгода, числились люди, давно работающие на других предприятиях. А на краткосрочных курсах обучали невостребованным специальностям. Почти 626 миллионов тенге было направлено за последние три года на переобучение безработных. Их окончили почти 4000 человек, а трудоустроились всего 28%. Проверка также установлена в факт необоснованной выплаты кредита отдельным лицам. К примеру, в состав участников программы развития продуктивного занятости и массового предпринимательства в качестве самозанятого включен гражданин Н, который фактически является директором действующего предприятия. Это позволило ему получить в рамках господдержки кредит в размере 18 миллионов тенге. По 12 фактам прокурорами инициированы досудебные расследования. Каждый третий пациент в стране покупает антибиотики без рецепта врача. Несмотря на то, что законом это строго запрещается, медики говорят, что это может негативно отразиться на здоровье граждан. Уже сегодня 17% всех болезней устойчивы к антибиотикам, а значит, сложно поддаются лечению. О несерьезном отношении казахстанцев к серьезному вопросу наш следующий репортаж. Чем больше и чаще принимаешь антибиотики, тем со временем становится ниже их эффективность. Как это происходит, видно на примере туберкулеза. Все чаще он не подается самым мощным методом лечения. Сегодня в мире живут больше полумиллиона человек, у которых диагностирован туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. В глобальном масштабе, если не прекратить бесконтрольный прием антибиотиков, такое будущее ждет и другие инфекционные заболевания. У нас 29% антибиотиков продаются без рецепта. Это почти треть. А среди всех выписанных лекарств доля антибиотиков должна составлять только 20%. Но показатели нашей статистики выше. Антибиотики должны продаваться только по рецепту. И принимать их нужно полноценным курсом. Нельзя попить и бросить. Нелегальная торговля антибиотиками чаще всего происходит в частных аптеках. Проверять их комитету формации дозволено только в случаях жалоб со стороны покупателей. Но покупатели зачастую сами заинтересованы в продаже лекарств без назначения врача. А в государственных аптеках, напротив, нет рецепта – нет антибиотиков. В нашей аптечной сети антибиотики продаются по рецепту. Бывает, приходят пациенты без рецептов и просят лекарства. Но мы им отказываем и объясняем, почему. Без рецепта никак нельзя. В прошлом году у 17% болезни была зафиксирована устойчивость к антибиотикам. Специалисты предупреждают, если люди не прекратят заниматься самолечением, к 2030 году этот показатель может достичь 70%. А это значит, что большинство сегодняшних инфекций смогут приводить к летальному исходу. Альяса Сдыкова, Даригат Ашинова, Арман Акшабаев, Хабар-24, Астана. Более 15 тысяч западноказахстанцев воспользовались адресной социальной помощью нового формата. Напомню, с января этого года изменился механизм предоставления социальных выплат малообеспеченным семьям. Благодаря государственной поддержке жители Акжолского сельского округа Акжиевского района смогли увеличить поголовье скота в подворьях. Подробнее о том, как теперь сельчане пользуются адресной социальной помощью, в нашем материале. В семье Кабышевых шестеро детей, все школьного возраста. Раньше глава семейства был вынужден зарабатывать на сезонных работах. Платили мало. Супруга Анна доход в семью не приносила, так как занималась домашним хозяйством. Благодаря новой форме адресной социальной помощи супруги смогли купить скотину. Участвуя в программе Уэрлеу, Кабышевы приобрели 18 коз. Планируют увеличить поголовье. В свободное время муж рыбачит. Фарш прокручиваем и продаем. Так и зарабатываем. Государственная помощь оказалась очень кстати. Купили коз. На оставшиеся деньги хотим приобрести корову. Во втором полугодии в Акжулском сельском округе АСП получили пять семей. Три из них купили скот, хотят в будущем увеличивать поголовье. Ранее эти семьи животноводством не занимались, так как не было возможности. Поэтому многие перебивались случайными заработками. Теперь имеют постоянный доход. В основном все жители Акжулского сельского округа, это порядка двух с половиной тысяч человек, разводят скотину. Этим и зарабатывают на жизнь. По дворам сейчас насчитывается свыше 34 тысячи голов домашних животных. Если с начала года в списках получателей социальных пособий числилось 10 семей, то сейчас их количество снизилось наполовину. Адресная социальная помощь делится на два вида – обусловленная денежная помощь и безусловленная. Если в семье есть трудоспособный член семьи, то с ним заключается социальный контракт. Помощь люди могут по своему усмотрению использовать на приобретение живности, на развитие личного подсобного хозяйства. Также направляют эти средства на развитие бизнеса. Главное условие – те из членов семьи, кто способен работать, должны трудоустроиться. Эффективным новым форматом АСП уже воспользовались жители Акжаикского, Шенгарлаусского, Картубинского и Бурлинского районов. Кроме приобретения скота, сельчане начинают свой бизнес. В частности, в селах открыты цеха по переработке леса, пошиву одежды и ателье по ремонту обуви. Аселия Русалиева, Блажар Лгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24. О событиях в мире далее. В Москве состоялось прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. В концертный зал имени Чайковского проститься с певцом депутатом Государственной Думы пришли сотни человек. На гражданскую панихиду прибыл и президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. В числе тех, кто почтил память артиста, также известны общественные и политические деятели, актеры и певцы. Церемонию прощания начали на два часа раньше запланированного времени из-за большого количества людей, желающих проводить Иосифа Кобзона в последний путь. Его похоронят на Востряковском кладбище в Москве рядом с матерью. Артист умер 30 августа на 81-м году жизни от онкологического заболевания. Потрясающий человек. Удивительный человек. Удивительный, потому что умел удивлять своей добротой, заботой какой-то. Много помогало людям. Такое впечатление, что прощаемся с энциклопедией советских и русских песен. В Вашингтоне у Кафедрального собора прошла церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном. 25 августа он ушел из жизни. Последние годы сенатор боролся с раком мозга, но так и не смог победить болезнь. Перед собравшимися у собора выступили бывшие президенты США Джордж Буш и Барак Обама. Также на службе присутствовал Билл Клинтон. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп приглашен не был, но на церемонии присутствовала его дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером. Тело Маккейна сегодня перевезут в штат Мэриленд, где его захоронят на территории Военно-морской академии Анаполиса. Сенатор был ее выпускником. Джон Маккейн с 1987 года представлял в Сенате США штат Аризона. В Сирии произошел очередной теракт. На этот раз на севере страны в городе Азаз. Там в воздух взлетел заминированный взрывчаткой автомобиль. Жертвами теракта стали как минимум три человека. Десятки мирных жителей получили различные ранения. Кто стоит за взрывами, неизвестно. Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла ответственность за взрыв. Мощный взрыв прогремел в столице Сомали, в городе Магадиша. Погибли шесть человек. По сообщению местных властей, взрывное устройство было прикреплено к автомобилю заместителя губернатора южной провинции страны Нижняя Щебеле. Отмечается, что бомба взорвалась в тот момент, когда автомобиль остановился на КПП при въезде в столичный район Тхаркенли. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка Аль-Шабаб. В преддверии пекинского саммита китайско-африканского сотрудничества руководитель КНР провел сразу несколько встреч с главами африканских государств. Среди тех, с кем встретился Си Цзиньпинь, были президенты Египта, Малавии, Либерии, Бенина и Гвинеи. Саммит сотрудничества Китай-Африка пройдет в Пекине 3-4 сентября. Представителем встречи будет лидер КНР Си Цзиньпинь, который проведет ряд мероприятий, в том числе и на полях саммита. Среди иностранных участников заявлены лидеры некоторых африканских стран, представители региональных и международных организаций. Ранее Си Цзиньпинь объявил ряд важных идей и инициатив по взаимодействию и продвижению прагматического сотрудничества с африканскими государствами. Отмечается, что новые инициативы затронут такие сферы, как развитие промышленного производства, строительство основных объектов инфраструктуры, торговля и инвестиции, также в области культуры, науки, образования, экологии и безопасности. Ничего нет. Официальный представитель генсекретаря организации Демократической Республики Конго, глава миссии ООН в этой стране Лейла Зерруги. Она выразила надежду на мирные выборы президента и членов законодательного собрания этой страны в декабре нынешнего года. Антонио Гутерриш сказал, что ситуация в Конго остается самой тяжелой в мире. По сообщениям представителей Управления ООН по гуманитарным вопросам, более двух миллионов детей в этой стране находятся на грани голодной смерти. Более пяти миллионов населения бежали. В результате вооруженных нападений несет потери и миротворческая миссия ООН. Члены Совета безопасности высказались о предстоящем избирательном процессе. Этот общенациональный процесс должен осуществляться с наблюдением суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и единства народа Конго. Мы приветствуем участие в нем женщин. Очень важно, чтобы власти Демократической Республики Конго приняли необходимые меры для безопасности в ходе выборов. Обеспечение благоприятных условий в этом процессе позитивно скажется на стабильности всего региона. Экологически чистая клубника, выращенная в самом центре Парижа. Такой продукт уже более полугода продает французский предприниматель. Его фермы размещены в четырех бывших грузовых контейнерах, установленных на улицах столицы. По словам производителей, им удалось найти идеальное сочетание освещения, уровня влажности и количества питательных веществ, чтобы клубника прекрасно себя чувствовала. Ягоды растут на вертикальных установках, солнца там нет, зато есть LED-лампы, которые автоматически включаются и выключаются, имитируя день и ночь. Такая клубника, правда, стоит в два раза дороже обычной, примерно 20 евро за килограмм. По словам производителя, она не только экологически чистая, но и содержит в 10 раз больше витамина С. Кроме того, она более зрелая и вкусная, поскольку нет необходимости в транспортировке, охлаждении и долгом хранении. В городах фрукты и овощи обычно привозят издалека, в среднем за полторы тысячи километров. Их собирают слишком рано, отдавая предпочтение не вкусу, а лёжкости. Поэтому в городах есть проблемы с их качеством. Воспроизводя идеальные условия для выращивания прямо здесь, мы можем производить фрукты и овощи, которые поступают прямо в магазины в день сбора. И никаких пестицидов. Золото властелинов казахских степей. Казахстанско-корейский каталог. Под таким названием претендовали в Сеуле. На страницах книги читатель сможет узнать, что связывал Казахстан и Корею в древности. Учёные двух стран выяснили, что украшения из золота, найденные в сохранении золотого человека в кургане Исык, очень похожи на ювелирные изделия эпохи Древнего Королевства Сила. Ещё одно сходство древней культуры двух государств – каменные курганы раннего Железного века Казахстана. Такой тип погребальных конструкций аналогичен корейским гробницам периода трёх государств. По мнению археологов, культурный обмен произошёл благодаря Великому Шёлковому пути. Торговля способствовала тому, что золотая культура саков, населявших территорию современного Казахстана, оказала влияние на золотое ювелирное искусство корейского средневекового царства Сила. Артефакты, найденные в Корее, аналогичны находкам, найденным в Казахстане. На золотых украшениях одинаковые изображения животных и узоры. Схожие с найденными на Алтае – артефакты, найденные в Кинжу. В процессе работы я убедилась в схожести культур Казахстана и Кореи. И мне бы очень хотелось продолжать нашу работу. Книги, изданные на казахском и русском языках, мы планируем направить в основные исследовательские центры и библиотеки Казахстана и других стран СНГ. Электронную карту памятников разработают в Жамбылской области. Она начнёт работать с ноября. Об этом сообщили на научно-практической конференции в Таразе. Всего в список сакральной географии Казахстана вошли 35 историко-культурных объектов в Жамбылской области. Из них 8 считаются общенациональным, а остальные – региональными. Все исторические места на основе архивных документов намерены изучить и исследовать известные учёные, краеведы и этнографы. В итоге на основе собранной информации об историко-культурных объектах выпустят книгу на трёх языках. Сейчас отечественные учёные работают и над проектом «Сакральный облик Каулияте». В ближайшее время они намерены его презентовать. Наши исследования, как-то раньше было известно, узкому кругу специалистов, это понятно, да? Ну и небольшому кругу там студентов. А если мы начнём это внедрять, начиная со школы, у нас много внимания уделяется сейчас историческому краеведению, да? Знать свой край, ведь это здорово, понимаете? Любить ту реку, в ней не только купаться, знать название её. Для своего процветания мир должен учиться на духовных ценностях. Тяжелоатлет Илья Ильин выиграл чемпионат Казахстана после двух лет дисквалификации. Напомню, прославленный спортсмен был отстранён от официальных соревнований из-за допингового скандала. На чемпионате по тяжёлой атлетике в Талдыкургане Илья Ильин выступал в весовой категории до 102 килограммов. Атлет показал лучший результат в рывке, успешно выполнив все три попытки. Также спортсмен стал лучшим в толчке, Илья Ильин сумел толкнуть вес в 208 килограммов. По сумме двух упражнений на соревнованиях тяжелоатлет показал результат в 380 килограммов. Весе же до 96 килограммов чемпионом Казахстана стал козылординский атлет Рустем Сыбай. Чемпион Азии 2015 по сумме двух упражнений поднял 378 килограммов. На этом пока всё. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова